Вопрос. Когда необходимо держать урозу трех дней? То есть, как у нас сказано в аяте, Тот, который не найдет способности принести жертвоприношение, должен совершить урозу в течение трех дней в хаджи. Так вот, что значит в хаджи? Когда это в хаджи? В день Арафата это можно подержать? Можно ли подержать до Ихрама хаджи? Или обязательно уже после того, как ты вступишь в Ихрам хаджи? Или только в три дня Ташриха? Или когда эти три дня урозы держать? Что значит три дня в хаджи? Так вот, для того, чтобы понять правильно этот вопрос, необходимо понять, что время держания трех дней урозы в хаджи бывает двух видов. Бывает двух видов. Это уактульджаваз и уактульхтияр. Время разрешенности и время выбора. Что значит время разрешенности и время выбора? Время разрешенности, то есть, когда разрешено держать три дня урозы. А время выбора, то есть, когда это лучше. То есть, наилучшее время одно. Но когда тебе разрешено, это другое. То есть может быть такое, что человек не может продержать в разу в наилучшее для этого время, но может продержать в разу в другое время. Вот это необходимо различать. То есть говорит, что касается разрешенного времени, то в этом вопросе есть несколько мнений. То есть когда уже становится разрешено тебе продержать в разу, хоть это и не наилучшее время, но оно разрешено. Относительно этого говорит сразу несколько мнений. У нас приведено здесь пять мнений. Аль-авваль первое мнение, когда человек уже вступил в храм для совершения румры. То есть смотри, человек пересекает Микад. Когда пересекает Микад, что делает? Вступает в храм с намерением совершения чего? С намерением совершения румры, потому что он собирается совершать хач-таматто. Уже на Микаде он знает, что жертвоприношение он принести не сможет, потому что у него денег нет, или еще по какой-либо причине. Первое мнение, что уже с этого времени он может держать в разу. Допустим, едет до Мекки, или в Мекку приехал, 1 числа Зульхиджа. Румру сделал или еще не сделал, уже держит в разу. Еще хач даже не наступил. Восьмое число еще даже не наступило, но он уже 3 дня продержал. Это первое мнение в этом вопросе. Это мнение Абу Ханифа, имама Ахмада в одном из ревятов от него. И это мнение является правильным у ханбалитов. Потому что пророк сказал, Умра вошла в состав хаджа до самого судного дня. То есть видишь, Всевышний Аллах что говорит? А тот, который не способен принести жертвоприношение, должен продержать 3 дня урозы в хаджи. Они сказали, что Умра входит в состав хаджи. То есть когда ты уже вступил в Ихрам для совершения хаджи, то ты уже выполнил 1 рукан, 1 столб Умры. Правильно или нет? А Умра входит в состав хаджи. То есть ты уже подходишь под этот аят, Фильхадж, 3 дня во время хаджи. Ты уже находишься в совершении хаджи. Так как Умра входит в состав хаджи. И ты уже выполнил 1 столб Умры. То есть начал эту Умру совершать. А соответственно начал совершать хадж. Правильно или нет? Так как ты вступил в Ихрам для совершения Умры. Соответственно с этого времени тебе уже разрешено продержать 3 дня урозы. То есть если ты убежден, что жертвоприношение ты совершить не сможешь. Говорит. Ахраджи о муслим. Этот хадис приводится у имама муслима со слов Ибн Аббаса. И также они поняли этот хадис вместе со словами Всевышнего. Тот, который совершает Умру, совершает Тамату между Умрой и Хаджем, тот должен принести жертвоприношение, что ему облегчено. То есть видишь сказали. Умра входит в состав хаджи, исходя из этого аята. Второе мнение в этом вопросе. Когда ему становится разрешено продержать 3 дня урозы? Когда он выйдет из Умры. То есть когда выйдет из Ихрама Умры. Это одно из мнений имама Ахмада. Второе. Знаешь, что получилось? Смотри. Вступил в Миккать в Ихрам для совершения Умры. Можешь держать урозу или нет уже начать? По мнению второму. Еще не можешь. Ты должен доехать до Мекки, совершить Умру. Вот когда из Умры выйдешь, из Ихрама выйдешь, и допустим до 8 дня Зульхиджа, до 1 дня хаджа, у тебя еще 5 дней впереди. Например, 3 числа приехал, Умру сделал, у тебя еще 5 дней впереди. Можешь ты 3 дня держать урозу уже? По этому мнению ты уже можешь держать 3 дня урозы. Даже еще не начал хадж делать, но 3 дня урозы держишь. Остались третье мнение в этом вопросе. Только после того, как ты вступишь в Ихрам для совершения хаджа. То есть это мнение противоречит второму мнению или нет? Противоречит. То есть по этому мнению, если ты вступил в Ихрам для совершения хаджа, например, 8 числа Зульхиджа, только после этого ты можешь начинать держать урозу. То есть когда ты 8 числа в Ихрам вступил, первым делом куда ты отправляешься? Как мы говорили? Отправляешься в Мину. Совершаешь в Мине сколько намазов? 5 намазов. Зухар, Асфа, Маргар, Пеща и Фаджир. Таев, вот в этот первый день ты уже урозу держать можешь или нет? Они говорят, уже можешь держать урозу. Этот день Мины ты можешь продержать урозу. Таев, дальше ты пошел куда? На Арафат. На Арафат урозу можешь держать или нет? Можешь продержать урозу. Потом пошел в Муздалифу. Муздалифи тоже может что? Таев, Муздалифу у нас чем является? Ночным временем, так или нет? Следующий день урозу держать можно или нет? Это праздничный день. Праздничный день урозу держать нельзя. И остается один еще день Ташрика. Поэтому третьему мнению. А если он вступил в храм для хаджа раньше, чем 8 число, это разрешено или нет? Сказали разрешено, но желательно вступить именно 8 число. Это самое лучшее. Но если вступил, допустим, в храм для хаджа 5 числа, все, с этого времени он уже может держать урозу. Говорит, теперь это было мнение какое? Третье. Уа ковлю Малик. И это мнение имама Малика, Шафия, Исхака ибнольмунзира. Для ковли Тааля сказали, потому что Всевышний сказал, Тот, который сделает томатту между умрой и хаджем, тот должен принести жество приношение, которое он может. А потом Всевышний Аллах сказал, Три дня в хаджи. Сказали, что он еще не совершает хадж. Вот когда в храм вступит для хаджа, тогда он совершает хадж. Так, с этого времени ему разрешается держать урозу. Теперь четвертое мнение. То, что можно начинать держать урозу уже с первого. С первого дня в зульхиджа. Без разницы вступил ты в храм, еще не вступил ты в храм. Если уже первое число в зульхиджа наступило, все, можешь держать урозу. Это мнение Икремы, Тауса, Ата ибн Абирабаха, Суфьян Ассури, Ата же Аль Аузаи. И пятое мнение в этом вопросе. Разрешено ему держать урозу во все месяцы хаджи. То есть даже в шавале ты уже можешь три дня урозы продержать. То есть это мнение какое? Самое широкое, так или нет? Говорит, ну, хилан муджахид, это мнение приводится от муджахида, уахилаф аль-машуран. Но это противоречит более известному мнению от него. Вот эти пять мнений понятны или нет? Значит, еще раз, какие пять мнений? Самое первое мнение, то, что ты можешь начать держать три дня урозы, когда ты вступишь в ихрам для умры. Второе мнение, когда ты выйдешь из ихрама, наоборот, умры. Третье, когда ты вступишь в ихрам для совершения хаджи. Четвертое мнение, с первого дня зульхиджа, месяца зульхиджа. И пятое мнение, в любой месяц хаджи. То есть начиная с шавала, зулкада и зульхиджа. Сказал Ибн Хазан в своей книге Аль-Мухалла. Говорит, Некоторые люди, говорят, разрешили держать три дня урозы, еще до того, как человек вступит в ихрам для хаджи. Говорит Ибн Хазан, и это является ошибкой. Потому что это противоречит приказу Всевышнего Аллаха. То есть Всевышний приказал, чтобы человек держал три дня урозы именно в хаджи. Значит, смотри, Ибн Хазан с первым мнением согласен или нет? Или со вторым мнением? Не согласен. Но аргументация первого и второго мнения какая? Те, которые говорят, либо во вступлении, или со вступлением в ихрам для умры, или при выходе из ихрама для умры, у них аргументация какая? Как они истолковывают понятие Филь-Хадж? Потому что умра, того, который совершает Хадж-Таматту, уже входит в состав хаджи, является чем? Одним из действий хаджи. Поэтому, они говорят, этот человек уже называется совершающим хадж, даже если он не вступил еще в ихрам для совершения хаджи. То есть они противоречат своей этой аргументации кому? Ибн Хазму. Говорит, Говорит, если человек не вступил в ихрам для хаджа, то он еще не является тем, который совершает Хадж. Значит, время держания трех дней урозы еще для него не наступило. А также говорит, он еще не обязан совершать Хаджи, то есть жертвоприношение, которое упомянуто в хадисе. А также не обязан совершать урозу, которую упомянуто в Хаджи. Кроме как, пока он не сделает свой мута, то есть что такое мута, то есть не воспользуется отсутствием храма между умрой и между хаджем, как заявил об этом Всевышний Аллах. А тот, который не вступил в ихрам для хаджа, то он еще не называется тем, который сделал таматту, между умрой и между хаджем. Приверенцы первого мнения, на что этим ответили? Сказали, да. Он еще не воспользовался отсутствием храма между умрой и между хаджем. Не называется словом таматту в полном смысле этого слова. Но он называется мутаматтия. Почему? Потому что он имеет такое намерение уже. Имеет такое намерение, что между умрой и между хаджем он не будет в храме. Выйдет из-за храма после умрой. Говорит, И говорит, не является действительно выполнять фарт, то есть обязательное действие, кроме как в то время, которое обязал его выполнять Всевышний Аллах. Говорит в словах, Ибн Хазма есть определенная сила в разъяснении правильности третьего мнения, что держать три дня урозы можно только после того, как человек вступит в храм для совершения хаджа. Говорит, Но подвергает слабости это мнение То, что некоторые из подвижников дали фетлу о том, что можно держать урозу до того, как человек вступит в храм для совершения хаджа, в восьмой день зульхиджа, в день Таруя. Например, приходит Мусаннаф ибн Абишейба, с хорошим меснадом, когда его спросили, когда держать три дня урозы, он сказал, то есть получатся какие числа? Седьмое, восьмое, девятое. Это мнение кого ибн Абишейба. То есть это уже какое число опять получится? Возможно, шестое, седьмое, восьмое. Так или нет? А тот, который не нашел жертвоприношения и еще не успел додержать урозу до дня Арафата, то тогда должен держать урозу в дни Мина. Что за дни Мина? Дни Таширика. Исходя из этих асаров от сподвижников, говорит Шиххамат ибн Хизам, то то мнение, которое показалось верным мне, что самое правильное мнение в этом вопросе является мнение первое. То есть человек, уже вступив в храм для совершения умры, будучи убежденным, что он не сможет принести жертвоприношение, он уже может продержать три дня урозы. Еще до чего? До храма для хаджи. И до выхода из храма умры. Говорит, Потому что умра, того, который совершает хадж-таматту, уже является частью хаджа. Как это пришло в хадисе. А также потому, что это берется из мнения сподвижников, как мы приводили ранее. А что касается той аргументации, что само жертвоприношение является обязательным только в день жертвоприношения, это правильное мнение или нет? Правильно, как мы говорили, разбирали этот вопрос. Когда становится обязательным приношение, жертвоприношение. Сказали, полноценная обязательность ложиться человека на человека, после того, как он покидает камешки в стол. Обязанность такая становится на человека, какой полноценной. Таид говорит, как на это ответить тогда. А некоторые сказали, Аураза это лишь замена жертвоприношения. Как же вы можете сделать замену раньше, чем само заменяемое. То есть мы уже говорили ранее, что первостепенная обязанность совершить жертвоприношение ложится на человека уже после вступления человека в храм для румры. Помните или нет, этот вопрос мы рассматривали. Мы рассматривали вопрос какой? Когда становится обязательным для человека совершить жертвоприношение, из-за его таматуа. Сказали, это на две ступени разделяется. Первозначальная обязанность ложится уже тогда, когда человек вступит в храм для румры, то есть на мекате. И полноценная обязанность ложится на него, когда он покидает камешки, то есть день жертвоприношения. Таид говорит, поэтому, раз первостепенная обязанность ложится уже со времен меката, то есть со временем вступления в храм для румры, то разрешается в это время уже держать урозу. Говорит, Говорит, и пришло в шариате разрешенность, что делать? Совершать обязательное действие еще до того, как наступила причина этого обязательного действия. Говорит, есть такие некоторые постановления в шариате. Например, когда человек искупляет свою клятву еще до того, как эту клятву нарушил. Это разрешено или нет? Это разрешено, говорит в шариате. Говорит, а из этого также, можно ли выплатить закат раньше, чем наступил его год? Можно или нет? Мы этот вопрос также рассматривали. Можно. Говорили это сильно нежелательно, но при нужде это разрешено делать. И приводили в довод кого? Аббаса. Аббаса ибн Абдулмутталиба. То есть, хадис Умр ибн Хаттаба, в котором приходит история о ком? О Аббасе. О том, что пророк сказал, Аббас мой дядя, и его закат на мне, и еще за следующий год также. То есть, отсюда ученые поняли, что Аббас выплатил закат за прошлый год и за следующий год заранее. Из-за того, что в этом была нужда у пророка, салаллаху, для государственных дел, для отправки военных походов или чего-либо из этого. Вот это ясно или нет? Значит, слова Ибн Хазма о том, что нельзя выполнять фарт, пока не наступило его время, не являются абсолютно верными. Говорит, в шариате встречаются такие постановления, когда фарт выполняется еще до того, как наступила его причина или наступило его время. Вот это ясно или нет? Говорит, и после этого я нашел слова шейха Ибн Тайми, которые соответствуют тому, что я упомянул. Он сказал в книге Шарх-Иль-Умда, что за Шарх-Иль-Умда? Умда-тул-Ахкан, который мы проходим, как Тайсиру-Ал-Ал-Ам, или что? Нет, здесь имеется в виду Умда-тул-Кубра. Есть книга Умда-тул-Сухра, это то, которую мы сейчас изучаем, Шархом Шейха Абдулла Аль-Бассама. А есть книга Умда-тул-Кубра, это другая книга. Так вот, шейх Ибн Тайми сделал Шарх на книгу Умда-тул-Кубра, большая Умда, а не маленькая Умда, которую проходим мы. Ясно или нет? Говорит то, что сказал шейх Ибн Тайми, А более известное мнение у имама Ахмада, А это его мнение о том, что можно уже что делать? То, что если человек вступил в храм для Умры, то он уже что? Является обязательным для него совершать жертвоприношение. И такой человек уже вступил в Хач-Тамату. Хоть Хач еще не начал совершать, но своим совершением Умы он уже как бы начал совершать Хач. Говорит, что если он ведет животные, а ведет он их когда? Еще с Микату он ведет с собой жертвоприношение животных. Это уже запрещает ему выходить из храма после совершения Умры. Как мы говорили, это не запрещает, но что? Нежелательно, так или нет. То есть, если человек ведет жертвоприношение животных, обязательно ему Хач-Тамат совершить или не обязательно? Говорили, желательно такому человеку совершить Хач-Тамат. Если же некоторые скажут, но ведь три дня урозы нужно держать именно в хадже, а как вы разрешаете держать урозу, тогда, когда человек еще не совершил хадж, не начал совершать хадж, а еще совершает только умру, вступил в храм только для умры. Ведь этот аят, можно его понять так, что урозу можно держать только после того, как человек вступил в храм для хаджа, потому что он является тем, который совершил тамату между умрой и хаджем, только после того, как вступил в хадж, а также потому что Всевышний Аллах сказал в хадже, и если он продержал урозу до вступления в храм в хадж, то это не является действительным кульно, тогда мы ответим на это в следующем. То есть, понял или нет? Смотри, человек в исламе Тайме говорил, а если же некоторые нам скажут, а как вы поступаете со всеми этими контекстами, то есть, человек в исламе какого мнения придерживается относительно, когда разрешено держать урозу? Он говорит тоже, когда человек вступит в храм для умры, как такого же мнения, как придерживаемся мы, так или нет? Теперь он приводит, что и рад, как бы приводит аргументацию противной стороны, и говорит, а если они нам скажут, но ведь Всевышний Аллах сказал в хаджи, сказал, после того, как ты сделаешь тамату между умрой, и между хаджем, и тому подобное, как собрать все эти доводы тогда, как на них ответить кульно? Говорит, ответим мы на это в следующем. Человек имеет намерение, что он будет совершать хадж-тамату уже тогда, когда вступает в храм для умры, так или нет? Потому что человек, когда вступает в храм в Микате, на какой храм он вступает? Для умры, но он в голове уже держит, что он будет совершать хадж или нет, хадж-тамату, держит, говорит, поэтому он уже называется Мутаматтиям с этого времени. Помните, мы когда разбирали слова Ибнgar Азма, так разъясняли эти его слова, или объясняли, или давали опровержение ему его словам этим. Говорили, он говорит, человек называется Мутаматтиям только после того, как он в действительности произвел тамату, то есть наслаждение, отсутствие храма между умрой и хаджем, и после того, как он вступил в храм для хаджа. Мы говорим, да, но так же он называется Мутаматтиям, когда вступил в храм для умры. Почему он называется мутаматтям? Потому что он имеет намерение, что дальше он будет совершать хачтаматту. Поэтому он уже называется мутаматтям. Понятно или нет? Плаэд говорит дальше. И это был вот на это какой, брат? Если ты едешь, допустим, вступил в Ихрам в Миккати и поехал в сторону Микки, если тебя кто-то спросит, ты какой хач, брат, в этом году совершаешь? Скажешь, как? Хачтаматту. Так или нет? Ты же не скажешь просто, я совершаю, просто умру, а потом домой поеду. Нет, ты называешься кем уже? Мутаматтям. Плаэд говорит Суммакхаль, а затем Шейхул Ислам сказал. Смотри, теперь придут еще некоторые важные доводы. Фаида ахрама бель умра илль хач, фау хач. Поэтому, если человек уже вступил в Ихрам для умры и потом собирается совершить хачтаматту в своем намерении, то он уже называется хачием, то есть тем, который совершает хач, а не просто мутамиром, не просто тем, который совершает умру. Фаида самая хина един, фа кад самаа фи хачи. Поэтому, если человек продержит урозу в трех дней уже в это время, то он считается совершающим урозу в хачи. Потому что умра это малый хач, во-первых. И к тому же умра является частью хач, так или нет? Это второй довод. Потому что пророк сказал. Это о чем говорит, что действия умры переплетены с действиями хачи. Когда человек совершает умру, он уже совершает этим самым хач. Говорит, ва юсамма нам, где мы? Ва шаббака бина саби'и, ва лмутаматти хач мин хин юхрим бил умра. Поэтому тот, который совершает хачтаматту, он уже является хачием, то есть совершающим хач с того времени, как он вступил в Ихрам для совершения умры. Но единственное исключение у него какое? То, что Ихрам разрывается тем, что он выходит из Ихрама после умры. Противоречие тем, которые совершает только умру. Вот эти слова понятны или нет? Знаешь, это первый блок нашего вопроса. Какой первый блок нашего вопроса? Когда становится разрешенным держать три дня урозы? Сказали, с какого времени? Со времени вступления в Ихрам, в Микати, для совершения еще умры. Уже с этого времени можно три дня урозы продержать. Потому что он является тем, который совершил таматту между умрой и хач, только после того, как вступил в Хач. А также потому, что Всевышний Аллах сказал в Хач. Если он продержал урозу до вступления в Ихрам в Хач, то это не является действительным кульно. Тогда мы ответим на это в следующем. То есть, понял или нет? Смотри, Шейху Исламу Тайме говорил, А если же некоторые нам скажут, а как вы поступаете со всеми этими контекстами? То есть, Шейху Ислам какого мнения придерживается относительно, когда разрешено держать урозу? Он говорит тоже, когда человек вступит в Ихрам для умры, как такого же мнения, как придерживаемся мы. Так или нет? Теперь он приводит, что Ират, как бы приводит аргументацию противной стороны и говорит, а если они нам скажут? Но ведь Всевышний Аллах сказал в Хач, сказал, после того, как ты сделаешь таматту между умрой и хач и тому подобное. Как собрать все эти доводы тогда? Как на них ответить кульно? Говорит, ответим мы на это в следующем. Человек имеет намерение, что он будет совершать хач таматту уже тогда, когда вступает в Ихрам для умры. Так или нет? Потому что человек, когда вступает в Ихрам в Микате, на какой Ихрам он вступает для умры, но он в голове уже держит, что он будет совершать хач или нет, хач таматту. Держит, говорит. Поэтому он уже называется Мутаматтиам с этого времени. Помните, мы когда разбирали слова Ибн Хазма, так разъясняли эти его слова. Или объясняли, или давали опровержение ему этим, его словам этим. Говорили, он говорит, человек называется Мутаматтиам только после того, как он в действительности произвел таматту. То есть наслаждение отсутствием Ихрама между умрой и хачем, и после того, как он вступил в Ихрам для хачи. Мы говорим, да. Но так же он называется Мутаматтиам, когда вступил в Ихрам для умры. Почему он называется Мутаматтиам? Потому что он имеет намерение, что дальше он будет совершать хач таматту. Поэтому он уже называется Мутаматтиам. Понятно или нет? Плоев говорит дальше. И это довод на это какой, брат? Если ты едешь, допустим, вступил в Ихрам в Микате и поехал в сторону Микки. Если тебя кто-то спросит, ты какой хач, брат, в этом году совершаешь? Скажешь, как? Хач таматту. Так или нет? Ты же не скажешь просто, я совершаю просто умру, а потом домой поеду. Нет, ты называешься кем уже? Мутаматтиам. Говорит Суммаккаль, а затем Шейхул Ислам сказал, смотри, теперь придут еще некоторые важные доводы. Поэтому, если человек уже вступил в храм для умры и потом собирается совершить хач-таматто в своем намерении, то он уже называется хаджием, то есть тем, который совершает хач, а не просто му'талером, не просто тем, который совершает умру. Поэтому, если человек продержит урозу в трех дней уже в это время, то он считается совершающим урозу в хаджи, потому что умра это малый хадж, во-первых. И к тому же умра, таматто, является частью хаджи, так или нет? Это второй довод. Потому что пророк сказал, что умра вступила в ряды хаджи до самого судного дня. И потом пророк соединил между собой пальцы своих рук. Это о чем говорит? Что действия умры переплетены с действиями хаджи. Когда человек совершает умру, он уже совершает этим самым хадж. Говорит, нам, где мы? Поэтому тот, который совершает хадж-таматто, он уже является хаджием, то есть совершающим хадж, с того времени, как он вступил в храм для совершения умры. Но единственное исключение у него какое? То, что его храм как бы разрывается тем, что он выходит из храма после умры. Противоречие тем, которые совершают только умру. Вот эти слова понятны или нет? Знаешь, это первый блок нашего вопроса. Какой первый блок нашего вопроса? Когда становится разрешен нам держать три дня урозы? Сказали, с какого времени? Со времени вступления в храм, в микате, для совершения еще умры. Уже с этого времени можно три дня урозы продержать. Он уже совершает этим самым хадж. Говорит, нам, где мы? Поэтому тот, который совершает хадж-таматто, он уже является хаджием, то есть совершающим хадж, с того времени, как он вступил в храм для совершения умры. Но единственное исключение у него какое? То, что его храм как бы разрывается тем, что он выходит из храма после умры. Бих-илах ман-афрада аль-умра. Противоречие тем, которые совершают только умру. Вот эти слова понятны или нет? Знаешь, это первый блок нашего вопроса. Какой первый блок нашего вопроса? Когда становится разрешен нам держать три дня урозы? Сказали, с какого времени? Со времени вступления в храм, в микате, для совершения еще умры. Уже с этого времени можно три дня урозы продержать. Сказали, с какого времени? Со времени вступления в храм, в микате, для совершения еще умры. Уже с этого времени можно три дня урозы продержать.